Не мечта, фантазия, вдохновение для мужчины, но как вдруг ты превращаешься в забытую закладку в книге. Привет, я Ольга Вастикова, магистр по психологии, помогаю моим клиентам стать увереннее в себе и построить счастливые отношения. Из этого ролика ты узнаешь, почему на тебя не обращают внимание мужчины, что притягивает мужчин и заставляет их думать о тебе. А в конце видео я расскажу 5 правил, которые помогут тебе стать желанной девушкой. Представь себя на свидании с мужчиной твоей мечты. Смех, волнующие взгляды, как будто вам обоим не хватает слов, чтобы выразить все чувства. Вы оба едва верите в происходящее. Наконец-то, вот он! По дороге домой после свидания твое сердце переполнено радостью и светом. Ты чувствуешь себя на седьмом небе от счастья, но потом тишина. Он не звонит, не пишет, и ты начинаешь сомневаться. Что же я сделала не так? Почему он не пишет? Ты в недоумении. Как же так? Как же заставить мужчину думать обо мне? Как сделать так, чтобы он написал или позвонил? Давай посмотрим на реальный пример моей клиентки Алины. Алина, 28 лет, маркетолог из Москвы. Она всегда считала себя независимой и уверенной девушкой, но ее отношения с Иваном все изменили. Она влюбилась и вскоре начала замечать, что он становится все более равнодушным. Алина стала чаще просить его внимания, но это только еще больше оттолкнуло его. Однажды в отчаянии она спросила его прямо, почему ты охладел ко мне? А Иван ответил, ты все время пытаешься контролировать меня, ну прям как моя мать. И это сильно на меня давит. Эти слова поразили Алину. Она понимала, что ее постоянные попытки удержать Ивана привели к обратному результату. Алина пришла ко мне в онлайн-группу, и мы начали работать над ее самооценкой. Алина наконец-то занялась танцами, пошла учиться, стала находить радость в собственных достижениях, а не только в отношениях. С течением времени Алина преобразилась. Она стала ярче, интереснее, счастливее. И именно это начало привлекать, снова привлекать Ивана. Он увидел, как она изменилась, и захотел снова быть рядом с ней. Теперь же Алина уже знала свою ценность и почувствовала себя счастливой от своей жизни и от самой себя. А Иван начал проявлять инициативу и больше стремился проводить время с Алиной. История Алины – это яркий пример того, что любовь к себе – это то, что действительно привлекает и удерживает внимание мужчин. Это не о том, чтобы искать одобрение или стараться угодить, а о том, чтобы быть полноценной и счастливой личностью. Если ты хочешь получить консультацию и записаться в мою группу, то заполни анкету предзаписи. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии под видео. Сама консультация бесплатная и поможет тебе найти ответы на тревожащие тебя вопросы. Давай рассмотрим пять основных признаков эмоциональной зависимости. Растворение личных границ и потеря свободы. Как только отношения становятся центром вселенной, начинаешь терять себя. Твои интересы, цели, даже мысли и чувства начинают казаться неважными. Ты постоянно думаешь о партнере, часто забываешь о собственных нуждах и желаниях. Это ощущение потери контроля над собственной жизнью, когда ты полностью подчиняешься воле и настроениям другого человека. Отношения как сверхценность. Все в твоей жизни начинает крутиться вокруг отношений. Друзья, увлечения, работа – все это отходит на второй план. Твое эмоциональное состояние полностью зависит от того, насколько хорошо складываются отношения. Если все хорошо, то ты чувствуешь себя на подъеме. Если все плохо, то весь мир кажется тусклым и бессмысленным. Надежда на улучшение отношений. Несмотря на все сложности и проблемы, зависимый человек продолжает верить, что когда-нибудь все изменится к лучшему. Эта надежда заставляет его оставаться в отношениях, даже когда рационально понимаешь, что они не приносят никакого счастья. Динамика сближения и отдаления – это постоянные разрывы и примирения, когда кажется, что ты не можешь жить без партнера, но одновременно страдаешь от этих отношений. Такая динамика приводит к эмоциональному истощению и создает ощущение замкнутого круга, из которого очень сложно выбраться. Отсутствие доверия и деструктивность отношений. Неуверенность в партнере и постоянные сомнения разрушают внутреннее чувство безопасности. Ты постоянно беспокоишься о том, что отношения могут вдруг закончиться, что партнер изменит или покинет тебя. Это приводит к тому, что отношения начинают разрушать твою личность, а не поддерживать ее. Разобрав эти признаки, становится понятно, почему для Алины было так важно разобраться с эмоциональной зависимостью в отношениях. Это позволило ей вновь обрести контроль над своей жизнью, стать счастливее и привлекательнее в глазах других, включая Ивана. Независимость девушки как способ протяжения мужчин. Помнишь образ Евы, созданный из ребра Адама? Этот символ долгое время определял взгляд на роль женщины как зависимой от мужчины. Номер изменился, и современная женщина больше не ограничена стереотипами о необходимости мужчины для полноценного существования. Независимость женщины стала новым эталоном привлекательности. Мужская психология тоже изменилась. Вместо полностью зависимой от мужчины женщины, мужчинам нравятся те, кто живут полной жизнью, находят радость в своих увлечениях и любят себя. Такие женщины притягивают своей энергией, уверенностью и счастьем, и мужчинам нравится находиться рядом с такой женщиной. Независимая женщина создает вокруг себя ауру успеха и уверенности, которая магнетически притягивает к ней внимание. Она не стремится к тому, чтобы угодить или искать одобрение. Она живет своей жизнью полной страсти и интересов. Мужчина воспринимает это как вызов. Они хотят завоевать такую женщину, ее внимание, борются за возможность быть рядом с такой девушкой, потому что она самодостаточная и яркая. Успешные современные мужчины ценят женщин за их способность быть счастливыми самостоятельно. Пять шагов, чтобы стать независимой и привлекательной для мужчины. Остановись в поисках одобрения. Хватит искать подтверждения своей значимости в глазах других. Начни доверять самому мнению и оценке. Откажись от привычки спрашивать о своем внешнем виде или качестве работы. Научись видеть и ценить свои достижения самостоятельно. Принятие личной ответственности. Ты ответственен за свою жизнь. Не нужно опираться на чужие мнения при принятии решений. Развитие своих интересов. Твоя индивидуальность – это твоя сила. Развивай увлечения, которые делают тебя счастливой и интересной. Это придаст тебе уникальности и сделает более привлекательной. Самолюбие и самоуход. Начни с заботы о себе. Заботься о своем физическом и эмоциональном здоровье. Независимое принятие решений. Научись принимать решения, основываясь на своих желаниях и целях, а не на чужих ожиданиях. Эти шаги помогут тебе не только найти свою независимость и уверенность, но и стать невероятно привлекательной в глазах мужчины. Нужна помощь? Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok